Сладкое лакомство в вафельном рожке, на упаковке которого всеми любимый и узнаваемый персонаж сразу же полюбилась покупателям. От идеи до первых продаж прошло всего 100 дней. За полгода реализации продукта ульяновский хладокомбинат обзавелся партнерами во многих регионах страны. Исключением не стала и подшефная территория нашей области – Лутугина. Первые отгрузки туда осуществлялись всего два месяца назад. За этот короткий срок мороженое настолько пришлось по вкусу, что нынешняя партия уже четвертая по счету. В мае месяце мы отвезли же товар реальный, мы показывали товар лицом, но все говорили вообще круто. И те ребята, которые приезжали еще до этой поездки, говорили, что такого пломбира у них нет. Наш пломбир, потому что нацелен на молоке, на натуральную сливочную маску. Отгрузили 18 палет, внутри которых ванильная чебурашка и чебурашка шоколадный с апельсиновым мандариновым джемом. Второй вариант разработали специально для поклонников одноименного фильма. Ульяновский пломбир оценили даже на премьерном показе картины в Москве. Когда мы ей представили проект, мы же отвозили образцы, напробуем, да? Они сказали, вообще все круто, и картинка прикольная, и чебурашка вкусная. А давайте вы приедете и всех угостите на премьере. Помимо самого пломбира, хладокомбинат производит и все необходимые добавки. Для изготовления шоколадной глазури закупает какао-бобы премиального сегмента, а мука, из которой выпекаются вафельные стаканчики, только высшего сорта. Рецепт пломбира, выработанный десятилетиями, делает его самобытным и возвращает в детство. На производстве сладкая сливочная масса сначала попадает в конвейерный цех на разлив, а потом охлаждается в течение 40 минут. После камеры шоковой заморозки, температура которой 37 градусов ниже нуля, стаканчики отправляются на последний этап распасовки. За одну смену выпускается около 120 тысяч чебурашек, которые впоследствии отправляются на полки магазинов страны. Хладокомбинат участвует во многих промышленных выставках и успел заручиться поддержкой местных властей, которые помогают в расширении торговой географии. Поэтому вероятно, что в скором времени ульяновский пломбир попробуют не только в Луганске, но и в Донецке, Херсоне и даже Запорожье.